Как выглядит идеальная женщина по мнению мужей 30-50-х? Она аккуратна, симпатична, у нее дома идеальный порядок, а дети тихие и ухоженные. Все начинается с романтики и свиданий, и тут, как оказалось, легко сесть в лужу. Особенно, если ты любишь поговорить. Как вести себя на свиданиях, нам поможет разобраться женский журнал Клик Парейт 1938 года, не веди себя провокационно с другими мужчинами. Последней каплей будет переборщить с ликером. Тогда мужчина точно никогда тебе не перезвонит. Не будь сентиментальной и не пытайся заставить сказать его что-то, чего он говорить не хочет, используя эмоциональное давление. Мужчины не любят слезы. Особенно в публичных местах. Не сиди в неловкой позиции. Кроме того, ты никогда не должна выглядеть скучающей, даже если тебе действительно скучно. Будь оживленной. И если тебе нужно пожевать жвачку, не рекомендуем, то делай это тихо с закрытым ртом. Не говори об одежде и не пытайся описать мужчине свое новое платье. Ублажи своего мужчину разговором о тех вещах, о которых ему интересно говорить. Мужчины не любят девушек, которые берут их носовые платки и поправляют с их помощью свою помаду. Поправляй свой макияж одна, не там, где он может тебя увидеть. А в качестве вишенки на торте рекомендация из Виман Эсоун 1950 года, мужчина всегда делает заказ. Никогда не проси официанта что-то для себя. Первые четыре заповеди «Как быть хорошей женой» из книги Эдварда Подольски 1943 года «Секс в браке сегодня», «Sex today invaded life», гласят, не беспокой своего мужа пустяками и жалобами, когда он возвращается домой с работы. Будь хорошим слушателем, позволь ему рассказать о своих проблемах, твои покажутся пустяками в сравнении с его. Помни, что твоя главная работа – поддерживать его эго, которое и без того страдает на работе. Мораль – это дело женщины. Позволь ему расслабиться перед ужином. Обсуждай семейные проблемы только после того, как внутренний мужчина будет удовлетворен. В книге 1951 года «Хороший секс и счастливый брак», «Sex satisfaction and happy marriage», преподобный Альфред Генри Тирер, реверенд Альфред Хенри Тирер, выступает еще более конкретно, не расспрашивая мужа. Это называется пилить. Я свято верю в то, что семейное счастье чаще всего было разрушено привычкой пилить, чем какой-либо иной. Мужчина может выдерживать это долгое время, но шанс того, что ему надоест, растет с каждым разом. Если ему нужен мир, чтобы жизнь его была выносима, он будет искать его повсюду, в том числе и вне своего дома. Другое дело, если твой муж хочет, чтобы ты говорила. Не разочаруй его, если муж склонен поговорить и объяснить ей какие-то вещи. Она должна обладать хотя бы минимальными знаниями того, что именно интересует его. Разумеется, что интересует ее, никого не волнует. Разговорчиво, но не болтушка, мы поняли. Если ты плохо готовишь, твои дни в браке сочтены. Статья руководства хорошей жены 1955 года рекомендует. Ужин должен быть готов. Планируй заранее даже за вечер, чтобы ужин был совершенен. Это способ дать ему знать, что ты заботишься о нем и его нуждах. Большинство мужчин голодны по возвращению домой. И необходимо встретить его любимым блюдом. Неважно, что пять минут назад они бегали вокруг тебя. Вырывали друг у друга игрушки только за тем, чтобы поколотить ими брата или сестру. К возвращению мужчины ты и твои дети должны быть во всеоружии. Приготовь детей, надеемся, не так же, как свинину. Прим, Рэд. Потрать несколько минут, чтобы вымыть руки и лица детей, если они маленькие, причеши их, и если необходимо, переодень. Они маленькие сокровища, и ему бы хотелось видеть, как они играют свои роли. Играть они должны тихо. К его приходу ты также должна снизить громкость стиральной машинки и пылесоса. И горе тебе, если это не так. Из того же руководства хорошей жены, приготовься к его приходу. Отдохни 15 минут, чтобы выглядеть посвежевшей. Обнови макияж, вплети в волосы ленточку. На уставших от работы людей он уже насмотрелся. Кстати, неважно, сколько ты моешь посуду, твои руки должны быть как шелк. Винтажная реклама, у других женщин нежные руки. Доктор Уильям Робинсон, начало 20 века, любовный эксперт тех дней, считает в случае, если муж сходил налево, вот тебе проверенный совет. Прости и забудь. Или даже просто притворись, что ничего не знаешь. Это не значит, что он больше не любит тебя. Он может любить тебя так же сильно, как и прежде, или даже больше. Ну и куда же без совета профессора Джеффериса, правило номер один. Его преподобие муж. Он назначен более убого на позицию главы семьи и женщины. Любое нарушение этого закона влечет за собой ошибку союза, упадок нравственности.